Конечно, конечно, да-да-да, совершенно верно. Ты не знаешь, чего ты не знаешь, поэтому и нужны наставники. Зачем наставник? Наставник уже находится за пределами твоего ума. Он видит как бы твои ограничения со стороны. Ты мне говоришь, я в будущем не хочу, потому что там я буду чувствовать себя, ну, расстраиваться. Я говорю, ну так вот, это и травма твоя. Ну, то есть, кто бы тебе еще сказал, понимаешь? Поэтому я нужен тебе, чтобы тебе сказать, ты смотри, так это травма, просто боль. Ну, понимаешь, да? А наставник – это всегда человек, который за пределами нашего мышления. Именно он нас, вот я Ане рассказал, он говорит, ух, ни хера себе, так можно было? Ну, блин, интересно. Ну, понимаешь, да? Это тот человек, который тебе говорит, смотри, вот так можно. Даже если ты говоришь, нет, нет, нельзя. Но это ты же понимаешь, ты же как осознанно, что это просто травма. То, что ты во вселенной безграничные возможности. Твое дело просто либо отказываться от этих безграничных возможностей, либо говорить, раз я не могу эту безграничную возможность использовать, значит, это моя травма просто. Ну, давай с травмой разбираться, а не с тем, что будем отрицать возможность. Возможность как бы никуда не денется. Есть такая возможность. Хочешь – используй. Не хочешь – ну, ходи, отрицай. Но это отрицание, оно же внутри. Это значит, какую-то часть себя ты, ну, отодвигаешь. Я к тебе лезу, как твоя часть. Я лезу к тебе в виде твоей части, которая в тебя долбится и говорит, давай, давай, жизненный проект, будет круто. Нет, круто не будет, мне будет плохо. Я буду страдать, отвали. Ну, понимаешь? Ну, к твоему, как бы, к твоему видению я могу прислушиваться. Просто в основном люди, они… Люди – сволочи, твари. Они слишком загрязнены. Козлы, уроды, мы их уничтожим. Вы загрязнены, грязные гады. Они сами, как бы, никакой путь не проходили, а уже лезут учить. Ну, смотри, ну, смотри, и они твоя часть. И они часть моя. Да, все это говно, все эти сволочи, которых ты хочешь уничтожить, это тоже… Не уничтожить, просто избавиться от жизни. Да, это ты, это ты. И когда ты… А, пацыгане лезут. Пиздец. Пошли они в заднюю церковь. Пацыгане, не лезьте к нам. Ну, просто людям надо выживать, и они, как бы, любой возможностью пользуются. Потому что где-то внутри тебя есть такой человек, которому надо выживать. То есть, контекст выживания где-то внутри тебя. Ну, и в мини, не во мне. Я сейчас на границе вообще страны живу, я ушел от них, забурился от самых… От этих инфо-цыган проклятых. Их там минимальное количество, минимальный процент. И сейчас я избирательно общаюсь. Ну, понятно, понятно. Но есть кое-что получше для тебя. Есть кое-что. Индия, Коа. Ну, от себя же не убежишь. У меня есть кое-что получше для тебя внутри тебя. Как будто бы будет вот как этой пилочкой, да, так, ну, где-то на заднем фоне всегда будет вот это присутствует трение. Что ты сбежал, да. Ты реализуешь. Да, 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 совершенно верно, да. То, почему ты… Да, 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 ты просто сбежал, но ты проблему-то не решил. Да. Можно и наркотиками, таблетками решить проблему, бабой. Ну, то есть, есть миллион способов убежать. Миллион. Да, как бы потенциал, который ты уже почувствовал, уже его сложно потом куда-то… Спрятать от себя, да, да. Сказать, нет, это все неправда, да. По сути, ты же просто убегаешь от своего страха, от своего неумения делать это и кайфовать. То есть, ты уже научился просто без усилий пребывать в расслабленном состоянии и кайфовать от того, что я сейчас… Это супер, а? Не долго, еще не долго. Да, а знаешь, как будет долго? Будет долго, когда ты второе крыло подключишь. Потому что, ну, да, да, работает как бы… Это работает как два крыла. У тебя мотор сейчас, ну, цилиндр, там у него же объем есть какой-то. Ты берешь, на полцилиндра врубил, и ты говоришь, что-то барахлеет в стуке. Так ты на полную вруби. Мне как будто пока хочется вот этой пропитаться вот этой тишиной, пустотой, медитацией. Ничего, ничего, начнешь реализовывать, пропитаешься. Кажется, смотри, у нас какое заблуждение. Нам кажется, что когда мы начинаем вот эту вторую часть включать, ответственность, как будто это создаст шум. Но когда ты в это пойдешь, тут просто нужно немножко отваги. Вот я тебе гарантирую, когда ты в это идешь, становится еще тише. Какая-то часть твоей личности, которая тебя пилит, она такая… Фух, слава богу. И ты… Ну, вот тот тонус, который появляется, когда начинаешь действовать целеустремленно, последовательно, я это тоже знаю, он мне знаком. Да, отлично, отлично. Осталось научиться действовать расслабленно. То есть так же. Представь, ты такой же… Вот ты кайфуешь от того, что ты здесь сейчас? Да, очень. Представь, такой же будет кайф, только еще будет все реализовываться. А кайф тот же будет. Не будет ощущения, что ты во что-то другое перешел. Посмотри, просто травмированное состояние, оно такое. То, что я буду делать, оно другое, чем то, что есть. Нет, другое. Нет, оно такое же. Просто ты еще не научился сохранять качество. Понимаешь, да? Точно, точно. Единый вкус называется это у тибетцев. Я бездействую, я умею. Вот я просто сел. Ты представляешь только, если я сейчас в 35 только об этом узнаю, то сколько времени надо, чтобы все это теперь интегрировать? А может не так много, а может не так много. Ну, путь понятен. Да, да, осталось просто этот шажок сделать, ну, засать и сделать этот шажок. Так сказать, бля, бля, как страшно сделать его. А дальше пойдет. Нам так, на самом деле, страшно только шаг сделать. Знаешь, евреи говорят, Абухер Бадерах Малихимото. Выбирающий путь, его сопровождают. Надо просто сказать, вот, это путь, погнали. И сразу слетаются ангелы, такие, давай, милый, пойдем, пойдем. Под белые рученьки тебя берут и проводят. Просто надо сделать... Мне тоже было очень страшно. Ну, то есть я же только недавно открыл эту тему про материальный мир. Я все бился, бился. Как будто вот в тупик какой-то зашел с этим театром. Ну, не идет дальше и все. Ну, что делать? И мне все говорят, женщины. Все женщины, которые со мной были, они говорят, Материя, Миша, материя, давай бабло. Материя, материя, бабло давай, бабло. Я такой, вы сволочи, вы твари, вы гадины, вы проститутки, вы со мной за денег. А они такие, бабло, бабло. Поменял женщину, а вторая тоже самое говорит. То есть, как будто мне мир говорит. Бабло, бабло. Материальный мир. Ты его выкинул, ты не хочешь видеть. И я такой, в какой-то момент, ну, когда уже мне совсем больно стало, я вижу, ну, одно и то же происходит. Такой, ладно, бабло, давайте. И как только я на этот путь встал, ни хера все пошло, понимаешь? Начало разворачиваться по-другому. Я как будто пошел в этот свой стран. Мне очень не хотелось. То есть, я призываю к тому же, ну, что сам испытал. Я увидел, что, оказывается, ничего страшного, прикольно заниматься материальным миром. Дает еще большую реализацию. Охренеть. Ну, я больше... Я как бы не знаю, что я еще могу. И как я могу узнать, что я еще могу? Пойти туда, где я не знаю, что я еще могу. Пойти в исследование этого. Пойти в эксперимент. Многогранность этого. Да, да, совершенно верно. Пойти в многогранность. Ну что? Ну что, прощайте, друзья. Продолжение следует...